Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, EO, DeFi и о многом другом. Сегодня мы поговорим о безопасности данных в интернете, а точнее про VPN-сервис Sentinel. Как многие из нас знают, VPN это аббревиатура, которая расшифровывается как Virtual Private Network. Виртуальная частная сеть. Изначально эта технология создавалась не для того, чтобы пользователи укрывали сотрудниками большого брата или размещали резюме на заблокированном LinkedIn. Компаниям нужно было каким-то образом объединить компьютеры в единую сеть, чтобы дать сотрудникам доступ к общим файлам. Чтобы не разоряться на выделенных каналах связи для всех офисов и удаленных работников, компания стала организовывать виртуальные сети. С помощью VPN любой сотрудник, где бы он ни находился, может подключиться к оперативной сети и работать с внутренними документами. Суть технологии в том, чтобы пользователи связываться с сайтами не напрямую, а через посредника VPN-сервиса. Сначала вы обмениваетесь ключами с VPN-сервисом, договаривайтесь, какой кодовой фразой будет шифроваться данные. Потом создается канал связи, туннель, по которому идет обмен информацией. Все данные в туннеле защищены от посторонних, они зашифрованы, а ключи для расшифровки есть лишь у вас и VPN-сервера. Один из лучших VPN на мой взгляд на сегодняшний день является Sentinel. Это совершенно новый, с повышенной безопасностью, которая построена на технологии блокчейн. Первоначальная сеть экосистемы Sentinel состоит в том, чтобы обеспечить основу для построения децентрализованной виртуальной частной сети или ДВПН. Приложение VPN используется отдельными лицами по всему миру с целью доступа к контенту с географическими ограничениями путем подключения к серверам, расположенных в регионах, где их желаемый контент не зашифрованного соединения. Независимо от того, является ли целью доступ к контенту с ограниченным доступом или повышается безопасность их передачи данных через интернет, люди во всем мире требуют безопасной, дешевой и надежной услуги VPN. VPN Sentinel включает в себя такие преимущества, как шифрование военного класса, абсолютную прозрачность, серверы по всему миру. Каждый пользователь может выбирать из серверов SOX 5 или OpenVPN, которые применяют стандарты шифрования квантового уровня, такие как AIS-256 или POLY-1305. Код, стоящий за Sentinel-двпн, полностью раскрывает общественности в профиле Sentinel-гитхаб, вместе с контрольными суммами приложениями MD5 для абсолютной доказуемости. Сами же сервера размещаются по всему миру для сообщества. Пользователи могут выбрать оптимальный сервер для наиболее быстрого просмотра и загрузки. В самой сети Sentinel размещаются распределенные и децентрализованные приложения с открытым исходным кодом, которые обеспечивают пользователям уверенность в том, что их информация о сеансе не регистрируется, их связь не сохраняется и что то даже создатель приложения не может просматривать их данные. Заинтересованные стороны, участвующие в сети Sentinel включают в себя валидаторы, это участники консессуна в предстоящем центре Sentinel-космос, которые отвечают за безопасность сети и участвуют в управлении экосистемы Sentinel. И пользователь, который хочет получить доступ к сети VPN, строится на страже рамкой для того, чтобы надежно находиться в интернете заказуемым образом. dvpn node-host это члены сообщества, желающие монетизировать и предоставление неиспользованной пропускной способности виртуальной частной сети, построенной на страже сети, такие как выход узла или реальный узел, выполнение определенных необходимых пороги уровня сервиса. Создатель приложения VPN, построенного на платформе Sentinel, при использовании зоны VPN Sentinel в качестве уровня инфраструктуры. Создатель приложения несет ответственность за привлечение пользователей и маркетингов в цели для получения дохода, чтобы иметь возможность оплачивать хосты VPN-узлов. На этом мы обзор закончим. Переходите на сайт, открывайте белую бумагу, изучайте более подробно все технические нюансы данного проекта. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.